Сейчас мы в городе Октябрь, в северном центре региона Донецкой Республики. Если вы помните, Республика Донецкой Республики ушла из Украины в 2014, после революции, где люди и жители выбрали. Но эта война уже революция. И сейчас эта городская революция уничтожена. На сегодняшний день, 42 артиллерии шеллы подошли на этой городе. Вы можете видеть это влияние. Эта квартира была вовлечена. Есть многие другие кратеры, где также подошли. Вы можете видеть это, что здесь, одна из артиллерийных шеллеров. Мы говорим, что это были 122-мм артиллерийные шеллы, которые подошли по всей этой городе. Вы можете видеть, что дерево подошли в кратерах. Вы можете видеть, что здесь еще один из артиллерийных шеллеров, который был уничтожен от этой артиллерии. И это снова показывает, что украинский милитарь и украинский губерменты постоянно страдают на артиллерии. Это артиллерийный шеллеров. Но, как вы можете видеть, здесь нет милитарных позиций. Они только милитарные шеллеры и уничтожены на артиллерийные шеллы. Уничтожены на артиллерийные шеллы. Да, война – война. Но война – это не когда вы уничтожены на артиллерийные шеллы. Что-то должно быть сделано. Интернационная коммуникация должна остановиться и остановиться украинской артиллерии на артиллерийные шеллы. И в кухне нет ни одного окна. Да? Да. Сколько времени это было? Я не помню. Я помню. Ага. И что произошло? Ночью горело все. Все горело. Ночью. Я спала в кухне, а дети в кухне повалися. И откуда это стреляет? Я не помню. Да. Да. Вот здесь. Можем на артиллерийные шеллы. Да. 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 Вон в спальне кровать. Вот. И вылетело окно. С первого выстрела. И вот это рухнуло окно. И мы давай срываться и убегать. Ага. Пробежали в прихожую. Еще слегают снаряды. Тоже невозможно было выйти. Пожалуйста. Ну, как-то в момент, пока перед выстрелом, пробежали в подвал. Все. Везде земля содрогалась. Ложилась рядом. В садовую воронку. Видели на улице воронки. Вот. В подвал. Дверь открыла, потому что разбила там все тоже. Труба газовая упала, горела. Мы думали, что уже что-то горит у нас. Но, слава богу, ничего. Ну, вот так вот. Пересидели. Пока перестали стрелять. Ну, а вы видите сами все. Кухня вся полностью. Все стекло. Вся веранда. Все упало. Тут. Ну, вот так. Там осколок. Туда же он стенку ударил. Крыша побитая. И все. Лудки. Все подходило. Окно. Покажите. Покажите. Стекло вы делаете. Вы могу сказать, откуда это стрелает? Откуда стреляют? Ну, с той стороны откуда. Мы на линии разграничения. Да? Ну, как откуда стреляют? Мы же сами по себе не стреляли. Украинские, да? Ну, получается, да. Зачем? Ну, постоянно как вот регулярно. Красноармейск обстреливали. Все села. Ну, все направление всегда оттуда. С разных. То дальше. Плохо слышно вообще выход. То чуть поближе. Ну, все. Как бы мы уже привыкли. Мы знаем, откуда оно всегда. Постоянно. Как вы подумали, зачем украинские стрелают на гражданский посолок? Ну, откуда же мы можем знать, зачем? Нам просто обидно, почему мирное население страдает. Ну, как, ну, почему? Ну, как бы вроде же война. Ну, просто, что отсюда не стреляют, а оттуда стреляют. Обидно, что они не защищают нас. Что, как бы, может быть, как-то пресекали это. Они могут безнаказанно час вот положить в течение часа. Вот как будто играются. И никто ничего их не это самое. Чтоб предотвратить хоть немного. Ну, один-два снаряда. Ну, можно ж, ну, я не знаю, раз такое дело ответку, чтоб давали. А просто вот тупо стреляют сколько хотят безнаказанно и все. Где мы находимся сейчас? Село Октябрь. Новозовский район. Как далеко украинская сторона? Недалеко. Ой, сейчас вам скажу. Пищевик, по-моему, от нас 6 километров. Павлополь 6, 7, 8 где-то так километров. Но это же пищевик блокпост. А линия с разграничения ж намного ближе. Они сюда, они ж в полях там где-то стоят, как бы. С этой стороны, с этой, как там они ж. Там не была, не видела. Но факт то, что они ж не в пищевике только, а ближе сюда там. Там же ездят все. А ОБСЕ ездит. Они ж видят, где стоят эти ежи, где заканчивается какая территория чья. Ну, говорят, как бы они от нас, в принципе, там, может даже километра два. Я не знаю. Получается, если по полям. Угу. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Угу. 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 можно сказать как это момент был я уже спал спал уже это было придет пол-одиннадцатого я уже заснул и тут угол ух штукатурка посыпалась и началась ну что считал сколько за сколько там бах прилетит через шесть секунд бог есть бог есть потом как-то сократилось через три секунды начала там бахнуло и тут через три секунды уже взрыв здесь стреляли воронка там на огороде так здесь помельче там лучше только огород вчера закультивировал садить думал на зиму а тут попахали конечно конкретно там всем что всем воронок и только ваша рука здесь гражданский посолок или как здесь гражданский посолок ну да пенсионеры живут да люди старого возраста здесь нету молодежи откуда это стреляет ну откуда-то оттуда украинский зачем ты как вы подумал зачем украинский стреляет на пенсионер я не знаю но соседа безпилотник висела здесь корректированы почему они стреляли в принципе здесь как бы военные они живут от здесь здесь нету чё стреляли там политика дела тонкая знаешь новый президент зленицкий на украина он сказал украинский поскольку не стреляет гражданский ну хорошо что гражданский никто в принципе не пострадал то есть именно люди то что материально да там пострадали там там крышу разбила там так людей никто ну кто-то по подвалам сидит я допустим подвал не спускался хотя подвал есть ну ну мать тут она старая 87 лет она тоже это я уже свое пожелал куда спускаться подвал но она да было было это уже месяц назад тоже здесь было интересно сильно там улицу как дал там побитые же но восстанавливается конечно вот такие вот это война какая-то я я ее не понимаю и мы moved one street over and now we're behind the homes on this field and here is another major impact we don't see much shrapnel here because it's really soft uh earthy ground so a lot of it either gets thrown or absorbed into the ground but if we go over in this direction we can see another impact here and this ground is a bit harder so there's still some embedded pieces of shrapnel here not as many as the other area because the other had a harder ground but we can still see them here and we can see how they flew across and impacted this tree here now this is just behind a residential street another residential street right as you can see all around residential homes what is the ukraine government firing at they're firing at these civilians something needs to stop something needs to make this stop and this this just can't go on like this this the the indiscriminate random targeted firing on civilian areas needs to stop the international community needs to put pressure on the ukraine government to stop this it cannot continue